Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня я покажу карту ГТС Андрес для Майнкрафта Байк Тишин. Наверное, все уже играли в эту игру, и сейчас многие поймут, о чём идёт речь. Но мы появляемся вот на такой улице, друзья, и эта улица называется Гроу Стрит, главная улица нашего главного персонажа. И наш главный персонаж СиДжей живёт в вот таком довольно скромном домике. Ну он, да, друзья, довольно большой, и в него вы также можете зайти. Но внутри он довольно плохо проработан, поэтому увидеть что-то оригинальное вы не сможете. Но я точно помню, что здесь мы сохраняли нашу игру, друзья, здесь мы отдыхали, но на втором этаже мы делали разные вещи. К примеру, здесь мы переодевались, да, я помню, как я переоделся с СиДжей, очень долго он переодевался. Ну а в этой комнате мы искали или находили фотоаппарат и разные штучки, друзья. Но вот этого уже я точно не помню, потому что этого уже не было. Ну и давайте обратно выйдем на нашу улицу Гроу Стрит и пройдём маленько дальше. Да, целая ностальгия, друзья, возникает после установки этой карты. Вот эти домики, это домики, друзья, СиДжея. И я помню, здесь где-то должна, по идее, стоять машина, но её нет. Да, конечно, эта карта, друзья, это не игра, поэтому многого здесь может не быть. И многое здесь может быть переделанное, потому что эта карта была взята с Хангер Геймс, то есть с Голодных Игр. Я помню, друзья, вот это место, да, да, это очень-очень жестокая ностальгия. Я просто вспоминаю все эти места. Да, друзья, но вот этого точно не было, это уже было самому придумано. Да, эскаватора не было, ничего здесь не рыли, вертушки тоже не было. Но, возможно, эти действия разворачиваются уже в самой игре, то есть когда уже персонаж играл. Друзья, почему у нас здесь стоят стёкла? Ну, ладно, я люблю нарушать правила, поэтому давайте выйдем за эти стёкла и посмотрим, что у нас там творится. Творится у нас там полная ваканалия, друзья. Там у нас генерируется новый мир. Ну, ладно, давайте попробуем зайти. Вот в это здание на FPS приседает нереально, потому что эта карта была скопирована с ПК-версией Майнкрафта, и вы понимаете, что здесь будут разные баги, в том числе и баги с тенями, которые всегда возникают при копировании карты с ПК. Ну, ладно, давайте пройдём ещё немного дальше и просмотрим немного другие здания. К примеру, давайте пройдём через дом Суджея и выйдем на улицу, которая поднимается через его домики. Да, друзья, как видите, возникают баги с тенями. Но, по идее, с одной стороны, это круто, потому что в нашем Майнкрафте появляются тени, но, с другой стороны, это очень плохо. Но я здесь вижу очень много домиков, которые, по идее, были переделаны. Но вот эту баскетбольную сетку я точно не запутал, да. Ну что ж, вот такая ностальгия у нас была сегодня. Ну, а на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.